Если вы возьмете случайную популяцию делящихся дрожжей, вы увидите клетки без почек с небольшими почками и с чуть более крупными почками. Когда вы посчитаете количество клеток, вы увидите, что большинство из них с нераспустившимися почками. Некоторые имеют мелкие почки и больший процент имеет крупные почки. Это как раз отражает относительное количество времени, в течение которого дрожжи находятся в каждой из этих фаз клеточного цикла. Таким образом, дрожжи проводят большую часть времени в фазе G1, поэтому если вы посмотрите на случайную популяцию дрожжей, вы увидите, что большинство клеток будет с нераспустившимися почками. Ага, это касательно нормальных дрожжей дикого типа. Был определен мутант цикла клеточного деления CDC28, который при рестриктивной температуре вызывает провал в определенной фазе клеточного цикла. И вот, все клетки теперь застряли с нераспустившимися почками. Это как раз говорит нам о том, что клетки, когда они переводятся на рестриктивную температуру, все еще могут перемещаться по клеточному циклу. Но как только они попадают в эту фазу, они застревают. Здесь имеет место остановка клеточного цикла на фазе G1. Ученые подтвердили, что это фаза G1, измерив содержание ДНК. Проведя измерение ДНК, они смогли показать, что эти клетки не дублируют свою ДНК. Так что они даже не начали проходить S-фазу. Они застряли на фазе G1. Ясно? Это говорит нам о том, что ген CDC28 необходим для перехода клеток от G1 к S. Итак, ген CDC28 дикого типа необходим для этого перехода из фазы G1 в S-фазу. Оказывается, дрожжевой ген CDC28 является единственной дрожжевой циклинзависимой киназой. Понятно? Так что это, по сути, был определяющий мутант для циклинзависимой киназы. Помните, ранее в этом семестре мы говорили о молекулярной биологии, о работе, проделанной Полом Нерсом, который использовал функциональную комплементацию для клонирования циклинзависимой киназы человека путем преобразования ДНК в другие дрожжи, делящиеся дрожжи. Но, опять же, это предотвратило остановку клеточного цикла. Так была открыта циклинзависимая киназа у человека. Я хотел указать здесь, что работа, о которой я вам рассказываю, была удостойна Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2001 году. Присуждена она была Лиланду Хартвеллу, Тиму Ханту и Сэру Полу Нерсу. Лилан Хартвелл провел скрининг, о котором я вам только что рассказал, и определил CDC-28. Мы уже говорили о Поле Нерсе в начале семестра. Тим Ханк работал с моллюсками и морскими ежами и определил циклин. Это была работа, которая определила регуляторный механизм клеточного цикла. Ученые продемонстрировали, что это работает в ряде разных организмов. Они показали, что подобный механизм эволюционным образом сохранился от дрожжей до человека. Хорошо. Это сохраненный механизм. Итак, есть механизм, который активно регулирует переход от G1 к S. Отмечу, что этот переход известен как старт в случае с дрожжами. Это расшифровывается как ограничительная точка клеточного цикла в клетках млекопитающих. Своего рода точка невозврата в рамках клеточного цикла. Однако, клеточный цикл не продолжается вслепую вплоть до самого конца. Существуют определенные механизмы контроля его качества, которые позволяют гарантировать, что все происходит в надлежащем порядке, и что качество происходящих событий находится на должном уровне, прежде чем клетка осуществит переход к следующему этапу. Давайте дадим определение понятию контрольной точки. Это механизм контроля и регуляции качества. Контрольные точки работают в клеточном цикле, чтобы гарантировать, что следующее событие не произойдет, пока предыдущее не пройдет правильно. Таким образом, обеспечивается верный порядок событий и гарантируется, что события происходят правильно до того, как должно произойти следующее событие. Приведу еще один пример. Если вы рассматриваете S-фазу и M-фазу, репликация ДНК должна завершиться до того, как клетка начнет сегрегацию хромосом. В противном случае будут катастрофические последствия, такие как возможное создание раковой клетки. Вот как. И один из примеров контрольной точки это контрольная точка повреждения ДНК. Контрольная точка повреждения ДНК проверяет, есть ли повреждение ДНК или же ДНК все еще проходит репликацию. И если один из этих случаев присутствует в клетке, она отправляет сигнал. Данный сигнал, чтобы оказать влияние на цикл деления клетки, должен взаимодействовать с механизмом регуляции циклина CDK. Таким образом, этот сигнал будет ингибировать циклин CDK. А циклин CDK управляет двумя основными переходами в клеточном цикле. Получается, есть две основные точки перехода. Есть переход от G1 к S, который я только что обрисовал, и он называется старт. Есть переход от G1 к S, но есть также переход от G2 к M. это в основном переходы из промежуточных фаз, это ключевые точки перехода, которые могут регулироваться клеткой, чтобы либо замедлить процесс, чтобы остановить переход, либо для простого прохождения. Позвольте мне сейчас рассказать вам об эксперименте, который определил функциональность контрольной точки повреждения ДНК. О работе, проделанной Вайнертом и Лиландом Хартвеллами. Их работа была опубликована в 1988 году. Ученые были заинтересованы в том, каков характер и функции этих контрольных точек. Они взяли пачкующиеся дрожжи. Можно повредить их ДНК, облучив клетки рентгеновскими лучами. Если вы облучите клетку рентгеновскими лучами в нормальных дрожжах дикого типа, то есть в нормальных дрожжах, которые не являются мутантами, это приведет к повреждению ДНК, а клетка останется в фазе G2. Хорошо, значит, она остается в G2. Вот и задержка. Я рисую здесь задержку на фазе G2. То есть клетка проводит в фазе G2 намного больше времени, чем обычно, если бы вы не повредили ее ДНК. Затем, со временем, она продолжит клеточный цикл и войдет в следующий клеточный цикл. Что интересно здесь, так это то, что эти клетки живы. Одна из интерпретаций результата эксперимента такова. Вы повредили ДНК клетки. Это задерживает клеточный цикл на фазе G2, поэтому не будет сегрегации хромосом. Данная ситуация дала клетке время на восстановление своей ДНК, что в свою очередь позволило дочерним клеткам выжить. Это понятно? Такая вот интерпретация эксперимента. Частично доказательство этой интерпретации состоит в том, что Хартвелл и Вайнерд открыли мутант под названием RED-9, то есть мутант RED-9, а RED-9 расшифровывается как радиационно-чувствительный мутант. Это радиационно-чувствительный мутант. И именно этот чувствительный к радиации мутант прервал задержку в фазе, то есть он прервал контрольную точку. Итак, что происходит с мутантом RED-9? Вы снова облучаете клетки рентгеновскими лучами. Клетка переходит из фазы С в фазу G2, но на этот раз задержки нет. Так что начиная с G2, бедные дрожжи, ничего не подозревая, вступают в метод с поврежденной ДНК и делятся. В этом случае полученная потомство может погибнуть. Здесь будет иметь место смерть клеток. Итак, RED-9 это ген, который участвует в замедлении клеточного цикла так, что дрожжевая клетка успевает восстановить свою ДНК. Если вы уберете эту задержку, да, здесь нет никакой задержки. Я хочу сказать, при нарушении этой задержки, определяющей работу контрольной точки, так? Контрольная точка это процесс, при котором, если есть повреждение ДНК, имеет место задержка движения клеточного цикла, чтобы у клетки было время восстановиться. Если этого нет, это имеет очень плохие последствия для клетки, приводит к тому, что ваши клетки претерпевают преждевременный метод, прежде чем у них будет возможность восстановить ДНК. Так, давайте я немного поменяю доску. Вам может быть интересно узнать, что заставляет эти циклиновые белки колебаться. Последнее, о чем я хочу рассказать сегодня, о механизме, который допускает эти белковые колебания. Этот механизм будет для вас новым. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Это механизм, регулирующий протеолиз. Значит, существует регулируемая деструкция этих циклиновых белков, которая позволяет им сначала расти, а затем понижаться. Если мы рассмотрим только одну часть клеточного цикла, я построю график концентрации циклина. И мы посмотрим на М-циклин от фазы G2 к фазе М. Это временная ось. Циклин М поднимается в М-фазе, затем он резко падает во время метоза, особенно во время перехода от метафазы к анофазе. Это что касается метатического циклина. Я хочу сказать вам, что резкое снижение уровня циклина происходит из-за регулируемого протеолиза. Это связано с механизмом, с которым вас кратко познакомила профессор Империали, потому как это включает небольшой белок, известный как убикветин. Убикветин представляет собой небольшой белок из 76 аминокислот. Ага, это белок из 76 аминокислот. Но этот белок может присоединиться к другим белкам, так что это посттрансляционная модификация. Хорошо, убикветин, сокращенно ЮБИ присоединяется к лизинам селевого белка. Присоединение убикветинов к лизинам белка имеет важные последствия. И профессор Империали рассказала вам о том, когда это происходит в случае неправильного свертывания белка. Но это убикветинирование белков также происходит с белками, которые не денатурированы или неправильно свернуты. Таков способ регуляции уровня белка в клетке. Итак, что происходит? Я покажу вам сложную схему того, что происходит. Я собираюсь остановиться на данном шаге, чтобы убикветин прикрепился к белку, необходимо выполнить ряд шагов. Эту часть мы проигнорируем. Есть фермент Е2, который конъюгируется с убикветином. И тогда убикветин может переноситься на целевой белок. циклин. Вместо того, чтобы называть его так, я скажу вам, что целевым белком будет циклин. Так что мы просто скажем циклин. Есть фермент, который переносит убикветин от Е2 к циклину. он полиубикветинирован, что означает к циклину добавлена цепь убикветина. Осуществляется это с помощью особого типа фермента убикветин легаза Е3. У людей есть сотни таких убикветин легаз. Разные легазы убикветина Е3 придают разные специфичности. Значит, они нацелены на разные белки. Понятно? Итак, разные Е3 нацелены на разные белки. Так вот, откуда исходит эта специфичность. Когда белок в клетке неправильно свернутый или правильно, полиубикветинируется таким образом, можно сказать, что на этом белке появляется метка для мусора. То есть, вы можете думать о полиубикветине как о метке для мусора. И как только белок полиубикветинируется, он отправляется в протеосому, которую вам показывала профессор Империали. Это структура, которая разрушает белки. Если белок подвергается деструкции посредством нанесения на него этой метки, он будет быстро протеолизирован в цитоплазме клетки. Теперь я хочу показать вам несколько экспериментов, которые предоставили первое доказательство того, что регулируемый протеолиз вызывает колебания циклина. Они будут связаны с новым модельным организмом. У кого-нибудь есть здесь ранидофобия? Ага, ну то есть мы все любим лягушек. Этот модельный организм Зайнапуслаэвис или африканская когтистая лягушка. Хочу поблагодарить своего коллегу из университета Массачусетса в Амферсте Тома Ореско, который любезно предоставил мне данные слайды с лягушками. Итак, что замечательно в этих лягушках, помимо того, что они очень милые, так это то, что они откладывают тонны икры. Икринки у них огромные. Вот мама, мама лягушка. Вы видите все эти круглые штуки вокруг лягушки. Это икринки. Значит, они размером около миллиметра. Они огромные. Вы можете собрать эти икринки и положить в пробирку. И увидите все эти икринки в пробирке. А затем вы можете начать крутить пробирку. Вращая пробирку в центрифуге, вы раздавливаете яйца. Здесь получается средний слой, который является цитоплазмой. Удалить его можно шприцем. В итоге вы получаете концентрированный цитоплазматический экстракт. Это все цитоплазма. Довольно много цитоплазма. Итак, система Xenopus позволяет вам получить экстракт в высокой концентрации, потому что он не разбавлен. Примерно такая же концентрация, как и в цитоплазме. Так вот, этот цитоплазматический экстракт известен как экстракт яйцеклеток Xenopus. И что удивительно в этом экстракте яйцеклеток, так это то, что он может проходить через клеточный цикл, даже если он находится вне клетки. Вы можете получить этот экстракт для имитации клеточного цикла. Так, вы должны имитировать оплодотворение, потому что именно тогда в нормальном эмбрионе лягушке начинает происходить деление клеток. Но как только вы это сделаете, имитируете процесс оплодотворения, добавив кальций, вы увидите, что этот экстракт проходит через клеточный цикл. Можно убедиться в этом, посмотрев на морфологию различных структур в экстракте. Итак, это ядро, которое собрало экстракт вокруг некоторой добавленной ДНК. В этом ядре может происходить репликация ДНК. В этом экстракте также имеют место другие события, происходящие в интерфазе клеточного цикла. А если подождать, то произойдет переход в метоз, после чего вы начнете видеть сборку методических веретен в экстракте. Что в этом процессе важно, он полностью происходит ин-витро. Это система ин-витро. Клетки отсутствуют, но вы можете видеть, как экстракт проходит через клеточный цикл. Если бы вы могли посмотреть на циклин, например, на М-циклин, вы бы увидели, что уровни М-циклина повышаются, а затем понижаются, повышаются и понижаются, они колеблются так же, как в клетке. А вот диаграмма, показывающая, что методический циклин, М-циклин, концентрация выделена синим цветом, а активность CDK для М-циклина с CDK фиолетовым. Итак, вы видите, что он растет, увеличивается. Тогда клетка вступает в метод. Ранний метод отмечен синим цветом, поздний метод оранжевым. Вы заметили, что метод происходит при высоком уровне М-циклина, аналогично тому, как это происходит в клетке, а потом происходит понижение, затем все повторяется. Ну ладно, это все происходит за пределами клетки, а вы просто смотрите в пробирку и можете воссоздать клеточный цикл. Поскольку это биохимическая система, исследователи смогли, в данном случае исследователями, которые проводили этот эксперимент, были Эндрю Мюррей и Марк Киршнер из Гарварда, у них получилось проверить роль различных компонентов в данном колебании. Первый эксперимент, который они провели, заключался в обработке экстракта РНК, чтобы избавиться от всей ИРНК. При разрушении всей ИРНК в данном экстракте вы больше не получите циклин, у вас больше нет клеточного цикла. Это показывает, что ИРНК важна и необходима. Но вы не знаете, какая ИРНК важна. Так, одна из гипотез заключается в том, что вам нужна ИРНК из М-циклина, чтобы производить циклин в ходе каждого клеточного цикла. Это была их гипотеза. Итак, что они сделали, чтобы проверить это? Они расщепили ИРНК, инактивировали ИРНК-азу, а затем снова добавили ИРНК к одному гену, этому методическому циклину. И что же ученые увидели, когда это сделали? Они восстановили клеточный цикл, полагая, что это и одной ИРНК, М-циклина, достаточно для восстановления колебаний методического цикла. Ага. Но теперь последний эксперимент, который я считаю наиболее важным, он покажет вам механизм, с помощью которого работает циклин. Ученые добавили. Вместо того, чтобы добавить обратно методический циклин дикого типа, они добавили обратно мутант циклина, который не расщеплялся этим механизмом убиквитинли-газы Е3. Итак, если они добавляют обратно мутант циклина, у этого мутанта имеет место дилеция в части белка, называемая блоком разрушения. И по сути, это часть белка, которая распознается убиквитинли-газы Е3. Так? Таким образом, мутант блока разрушения в основном блокирует это, так что циклин больше не полиубиквитинируется и не может быть направлен на протеолиз. В этом случае происходит повышение уровня циклина. Уровень остается высоким и клеточный цикл отсутствует. Итак, когда у вас есть этот мутант циклина с блоком разрушения, если этот блок остается, вы получаете остановку клеточного цикла. а поскольку это м-циклин, клетка останавливается во время метоза. Вы получаете остановку метоза или же блокировку метоза. Ну что, есть какие-то вопросы об этом механизме протеолитического расщепления? Вы все видите, как это дамолик, а что происходит с клеткой на физическом уровне? Что с ней происходит на физическом уровне? Она застревает в методическом веретене и хромосомы не сегрегируются. Значит, она не проходит через метоз. Клетка застряла в определенной фазе метоза. В данном случае она застряла в метафазоподобном состоянии. Последнее, что я хочу сказать по этому поводу, это то, что ИРНК для м-циклина не меняется. Она всегда присутствует. Она константна. Константная ИРНК. CDK также. Это белок циклин, который движется вверх и вниз. Движение вверх-вниз происходит из-за регулируемого протеолиза. Ну что ж, отлично. В среду мы поговорим о стволовых клетках и о кишечнике. переведено и озвучено на студии СТАХАНОВ-2000. СТАХАНОВ-1000. 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 Продолжение следует...